Книга «Открытым оком», тема «Страшный суд. Будущее мира». Вопрос 298. «Увидят ли грешники после страшного суда то, чего они лишились, если бы жили праведно? И вообще, будут ли они что-либо видеть и увидят ли Бога?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Священное Писание подтверждает эту мысль. «Увидят, узнают и будут урдать». Откровение 1.7 «Сегр идет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают перед ним все племена земные. Ей аминь». Евангелие Матфея 25 глава разворачивает картину допроса о том, что делали, какие будут свидетели, кого напоили, накормили. Перед престолом Божьим потечет огненная река. Даниила 7.10 «Огненная река выходила и проходила перед ним, и тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». 1 Калифинам 3.13 «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Еще до страшного суда грешники, даже находясь в аду, знают, что совершается на земле. Лука 16 глава 23-31 стих «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, воззапив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердьтесь надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перца своего в воде, и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, та, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли в дом отца моего, ибо у меня память братьев, пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал, «Нет, отче, Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушаются, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стих. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И вызопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, не дополнят число.